К сожалению, получилось так, что президент Обама стал заложником этого списка. Заложником русофобски настроенных конгрессменов. Обама нуждается в сотрудничестве с Россией по широкому спектру региональных и глобальных проблем, включающих, помимо прочего, Иран, Северную Корею и дальнейшее сокращение ядерного арсенала. Но подписав закон и расширив этот список, Обама стал заложником негативной тенденции в развитии наших отношений. Обама навредил самому себе. Я не вижу логики в принятии этого закона для нынешнего американского правительства, которое неустанно говорит о развитии многополярности и международного сотрудничества. Расширив этот стоп-лист, правительство США тем самым резко ограничило возможности партнерства с Россией.